Сегодня у нас в планах поездка к Кристине. Я обожаю твои мудрые извлечения. Ой, прикиньте, девчонки, что случилось. Помнишь, мы с тобой играли в детстве? Угадай мелодию. Погода была прекрасная, селена была ужасная. Ну что, Кристофе Робинова. Всем привет. Я в рабочке. Как видите, настроение вообще не очень, потому что я проснулась сегодня, а у меня болит голова. И вот прям не насморк теперь, отчетливо. Зуб, висок. Зуб, висок. И я не пойму, что на что дает отдачу. Выпила немесе. Едем в сад. Едем. Погода просто шикарная. Знаете, ветра нет. Дождь был. И такая, знаете, свежая, прям вот, как это сказать, последождливая погода. Знаете, прям как летний дождь. Только весенний дождь. Мы идем в садик. Так, ну что, мои хорошие. Сейчас я иду. У меня, конечно, проходит зуб, голова. Но это не дело вообще. Мне надо выяснить. Будет. Просто у меня сегодня-завтра много планов. Ну и плюс, знаете, я даже не понимаю, к какому врачу идти. К лору моему, которая говорила, что точечная боль, может быть, от гайморита. Либо у меня с зубом что-то. Хотя только недавно все, зубной, как бы все посмотрел, сказал через полгода приходить. И знаете, еще, когда у меня что-то болит, ловлю себя на мысли, что мне хочется сразу вам всем пожелать здоровья. Потому что невероятно, как какая-то маленькая боль, даже зубная или головная, казалось бы, да, не острая, там, какая-то сумасшедшая, просто, ноющая какая-то боль, просто рушит все планы. А точнее, не рушит ваши планы, а может разрушить ваши планы. И насколько без вдохновения и в тягость может быть любая любимая работа, правда. Мне сейчас вообще так не нравится моё состояние, потихоньку сейчас боль сходит, но она вот как-то, знаете, прям на глаз, глазное как будто что-то, вот это непонятно. Есть какой-то троичный нерв, я не знаю, где он конкретно проходит, и в чем причина. Вроде не застужало, потому что я всегда выхожу в шапки, то есть я так легкомысленно не отношусь к своему здоровью, чтобы выйти раздетая там уже совсем, да. Наоборот, мне всё время жарко, потому что тепло одеваюсь, слежу за этим. Короче, здоровья вам всем, мои хорошие, не болейте, и даже если вы вдруг заболели, пусть быстренько-быстренько вы выздоравливаете, и ничего серьёзного не будет. Сегодня у нас в планах поездка к Кристине. Сейчас я приведу себя в порядок, чуть-чуть подкрашусь, сделаю в дорогу кофе, и утро будем у неё. Всё, она уже проснулась, она рано встаёт обычно. У нас запланировано два видео снять у неё дома. Вот, и потом мы едем ко мне, снимаем здесь, и потом уже вечером отдыхаем. Блин, ещё не совсем, а у меня ещё не совсем отпустила боль. Это отрандец. Кстати, сегодня утром я уже досмотрела шоу «Танцы». Я теперь хоть знаю, за кого болеть, потому что прошлый выпуск я смотрела, но я же не знала, какой он там по счёту уже, и на какой стадии сейчас всё остановилось. И такая думаю, о, проголосую про того, про того. О, представляете, оказалось, что два человека, за которых я хотела голосовать, в следующем выпуске они уже выбыли. Такая думаю, опачки. Так, про этого, про этого уже не проголосуешь. Ну, за кого-нибудь надо проголосовать, кто мне больше всего импонирует, из каждой команды. Могу сказать вам, кто мне импонирует. Мне из команды Егора импонирует Ева. Она реально талантливая и так круто танцует, то есть на уровне со взрослыми, да. И она такая скромная, и она такая правильная. Мне нравится. Ну, в силу её возраста, ну, вообще всё шикарно сходится, классно. Из команды Мигеля мне вообще нравилась девчонка, которая ушла, Зубарева, что ли, или что с характером. Такая прикольная, яркая. Вот. Ну, наверное, всё-таки Дамьен. Дамьен, наверное, круче всего у него в команде. А у Татьяны в команде даже не знаю. Я, может быть, всё-таки голосовать за Абу Хольц, хотя я не хотела всё это время голосовать за неё. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, она дошла вот это до финала почти, ну, там, второе место, да, у неё. Мне кажется, это, ну, хорошие показатели. Я бы даже не сказала, что эти конкурсы, это, знаете, прям выбирают реально самого лучшего. Тут, извините, там, голосование, симпатии, очень много факторов всяких разных, которые могут сделать тот или иной выбор. Но она танцует на уровне и достигла уже результата. И мне кажется, новый выпуск для новых людей должен быть вот так как-то. Вот. Но в целом она мне нравится. Ну, вот, она классная. И мне семья нравится. Сильная девчонка. Несмотря на всё это, всё равно идёт, делает то, что хочет. Это круто. Просто, наверное, она одна из ярких, за кого бы хотелось голосовать. Это прям реально очень круто на сцене держится. Всегда, с кем бы она ни танцевала, мне кажется, она на себя внимание забирает. Своим профессионализмом, уверенностью вот это на сцене. Может быть, она достойна. Ну что, мои хорошие, наше с вами любимое местечко. Я собралась, чуть-чуть подкрутилась, такая вся на стиле, да. Еду к Кристюше, будем с ней снимать видео. Для одного видео на её канал я попрошу что-нибудь из её одежды одеть, чтобы с собой не брать разную одежду, да. Вот. А для другого видео вот я так буду. Ну и во влоге я так буду. В общем, классно. У нас погода сейчас хорошая, и я так, ну, оделась. У меня туника, это из Василька. И там все цвета, вот это вот Тедди, по-моему, называется у них. Вообще нравится мне, безумно. Заходите на второй канал, смотрите распаковку огромную. Вот. А хотя её ещё не будет, она скоро будет распаковкой. Это я уже сняла видео, и уже могу одевать вещички. И вот это вот тоже я брала где-то, в Шейн, в Шейн заказывала. Короче, очень мне нравится, и смотрите, какой образ. Это Фаберлик. Это на Алиэкспресс заказывала. Классная цепь вообще, прям обалденная. Джинсы, Страдивариус. В общем, весь лук рассказала. И ботинки одену бежевые, которые Вейс избрала. Потом в лифте покажу. Всё, я сделала себе кофеёк с собой. И ещё посмотрела сегодня с утра Кристинкин влог, где она на обложке стоит с цветами. Влог очень-очень романтичный, поэтому я Кристине иду, прям любопытно всё порасспросить. Как да что? Как да что? Как на личном нынче. Ой, крошки, нашла здесь отражение, в котором покажу себя. Мой образ, мой лук. Просто лучище моё. Мега, мега стильно, согласитесь вообще. И шапочка сюда, она просто дополняет весь образ. Вот мои ботиночки. Всё очень скромно, а при этом как стильно. О, обращайтесь. Всё, сейчас надо найти машину теперь. Так, шапку в машине надо снять, потому что солнце фигачит. А вообще это так смешно, когда ты не можешь найти свою машину. Я снова включила свои экстрасенсорные способности, о которых я говорила в видео. Сильная женщина. И так нашла свою машину, представляете? Мне кажется, я могу идти в битву. Так, сейчас Кристинке надо скинуть геолокацию, чтобы она следила за моими передвижениями. Я говорю, чтобы я приехала, ты была уже на марафете. Чисто включить камеру и снимать. Вот. Короче, кайф. Я забыла мусор весь взять. У меня целый мешок мусора дома, я забыла взять. Ну ладно, сегодня за Денькой пойду в Сатовый. попрошу по дороге. Еду, солнышко, слушаю музыку, кайфую, уже полпути проехала. У нас такие тут ямки некоторые, дождик шел. Ну я говорила, да, уже Деньку в садик водилась, сегодня как будто дождь прошел. Ну солнышко, девочки, а это значит прилив энергии. Что по поводу моего, мои боли, ну я реально чувствую какой-то нерв. Конкретный нерв, я прям чувствую, он проходит вот здесь где-то. глаз, зуб, висок. Вот. Мама, конечно, волнуется очень сильно. Я говорю, мам, не волнуйся, я пристально наблюдаю, если прям что-то меня прям забеспокоит. Я же интуицию свою еще чувствую, я же экстрасенс с неразвитыми способностями. Вот. И я сразу же побегу к врачу, буду делать то, что надо. Вот. Поэтому я прям при пристальном наблюдении. А вот мы уже выезжаем из города по трассе. Уже солнышка что-то нет, да? Дорога чистая, но я имею в виду пробок нет. Хотя сейчас утро, полодиннадцатого где-то. Едем. Музыку слушаю. Вообще на трассе кайф слушать музыку. Мысли где-то, фантазии, мечты. Кайф. Косички обрезала, прическа отстой. Плохая девочка, хорошая девочка, стала плохой. Ты что, плохой стала? Почему? Я видела твой последний влог. Ты там такая плохая девчонка. Ой, тихо-тихо. Я просила маски. Сейчас все расскажешь мне. Как мне просили, я сняла маску. Сейчас все расскажешь мне. Чего там, у тебя парень появился, что ли? Смотрите, у Крисок нолик. Вот, короче. Помните вот эту камеру, которую Кристинка дарила мне? Точно такую же. Помните? Она, короче, у нее вот эта штука потерялась. А у меня она... Я пупы нарисовала. А у меня, на самом деле, штатив точно такой же. Она мне дарила на день рождения. И у меня ножка сломалась. Знаешь, почему? Потому что я вот так вот резко открываю, поняла, и они выплевываются оттуда. И там, короче, механизм какой-то сломался. И у меня на скотче, короче... У меня новый штатив, да. Вот, уже этот стоит, как бы, бесхозно. Вот. А у Кристинки новый штатив. Смотрите, какой мощный, грязный. Но она просто... Он у меня упал недавно. Я вот это когда... Он упал у нее, понимаете, да? Я поставила туда, чтобы... Проститель. Но она жалуется... Вообще, слушай, я думала, что ты с Алика какой-то купила, маленький. Знаешь, как у меня еще там два маленьких. А у тебя такой мощневский. Где-то где попало? В центре, я тебе скажу. А, и она, короче, жалуется, что ей все время прищемляют вот здесь руки, короче. Да, неудобно. Ну, и я приехала не с пустыми руками, крестик-нолик. Я, короче, тогда, что свой штатив выкину. Я вообще Кристину просила, чтобы она мне дала штатив свой. Я, кстати, сейчас приготовила, но я его не приготовила. Но на самом деле я подумала, что лучше мне Фуську тебе эту отдать, наверное. Раз тебе руки прищемляют. Я хочу, чтобы твои руки были целые. Тебе еще снимать. Ну, я бы не любила, если честно, вообще. Ну, все, можно. Поэтому и падает. Пусть он где-нибудь спрячем его на крайний случай, если вдруг понадобится второй. Так а у тебя какой? Ну, у меня есть маленькие штативы с Алиэкспресс, еще откуда-то. И штатив, ну, такой хороший у меня есть. А, у тебя два вообще? Ну, да, любимый мне подарил, который там. Все круто. Мне любимый подарил. Ой, так нет, это же... Блин, ну, я не знаю. Так нечестно. Ты счастлива? Я-то счастлива, но это же я тебе подарила. Ну, и что? Ничего. Ну, главное, что у тебя теперь нормальный штатив. Слушайте, пришла Кристинка. Сейчас сняли мы с ней одно видео на мой канал пока что. Сейчас будем на ее снимать. Слушайте, я прям забыла про свою голову. Мы так ржали. У меня реально... Я ехала, у меня болел висок вот здесь. Я уже думаю, такая, так вот, гайморит, все тут у меня, короче. Ну, на гайморит склоняюсь, да? Вот. Ну, сейчас вообще забыла. Забыла прям. И кайф, и настроение классное. Надеюсь, порадуем вас нашими видео новыми, интересными, смешанными. Я уже испачкалась кофем. Здесь я не знаю, как я буду гулять. Вот такая кофта. Это, ну, политишка такая коротенькая сверху. Джинсики мои любимые. Вот. Они мне на размер больше, они очень свободные. Но я их так люблю. Вот они, видишь, свободные. Видишь? Видишь, они свободные. Ну, мне нравится этот цвет. Это уж они такие. И ботинки. Сейчас, кстати, чутка похолодало. Цепь сюда вообще идеальна, видите? Сейчас чутка похолодало, и в самый раз. Камеру с собой брала. Всё сняли по плану с Кристиной. Сейчас едем в центр. Может, где-то зайдём что-нибудь перекусим. Посмотрим сейчас, как со временем, потому что что-то всё подзатянулось. Она там собирается. А это Кристюшка одной из своих подписчиц, да? Которая в конкурсе выиграла. Да, только ты не порой. Да небось. Вот я так и пальцах. Не, я вот так беру. Да, шучу, шучу. Смотрите, Кристинке лучок подобрали. Очень-очень сложно было ей лучок подобрать из её весёлых вещей. Хочется что-нибудь спокойненькое. Но это вы увидите в отдельном видео, да? Я меряю её гардероб. У неё всё в таком стиле. Я вот на этой камере плохо просто выгляжу. Не до конца. Что придумываешь? Это хорошо. Очень хорошо выглядишь. Вот мне нравится. Вот, смотрите, ничего лишнего. Чёрненько. Я буду с собой буду делать зарядку. А, зарядку дома. Я её буду с собой всегда брать. Молодец. Мне так она понравилась. Если я ещё где-то увижу, обязательно её возьму. Такую резинку, это я взяла её в фикс-прессе. Стоит она 199 рублей. Мне очень понравилась. Я думаю, что нужно такими резинками запастись. Ну, реально, её можно и стирать. А ты покажешь дома у меня, как ты с ней занимаешься? Да. Ну, всё, пойдём. Вот смотрите, как я Кристинку приодела. Она прям стильная девчонка у меня такая, все секси-шмекси. А ты не будешь застёгивать бутинки? Ну, пока не. Почему? Сейчас так можно. Как будто ты такая выбежала, откуда ты не успела. Да, вся в делах, типа. Занятой человек. Сейчас я. Ну, пройдись, красиво. Давай, красиво иди. Здесь у меня... Опять что-то лежит. Ну, застегни сумочку. Давай, красиво сделай сейчас. И... Есть ли любовь на свете? Есть ли любовь на свете? Романтический лоб. Машет всё. А мы въезжаем в Ростов. Вот. У нас есть времечко. Я даже думаю, может, мы ближе к дому куда-нибудь присядем. Потому что дома надо готовить и готовит Николаев. Надо что-то... Жара такая нереальная. Да, что-нибудь сейчас надо придумать. В общем, мы в думках. В общем, вышли мы с Кристюшей. Погода, скажи, как Кристюша. Чудесная. Погода была прекрасная. Селена была ужасная. Нет ветра вообще. Он такой лёгкий, такое дуновение прекрасное. Тёплый. Тёплый даже, да? Прямо то, что надо. Вот его хочется прям, чтобы он был. Вот. Короче, сейчас это... Я пришла домой, начала убирать, потому что я не успела ничего поубирать. Кристина, это... Пока залезла в телефон, поднимает глаза, а всё чисто, да? Да. Как вот это вот по мгновению волшебной палочки. Сейчас мы мелкого заберём и пойдём домой, и я буду готовить что-нибудь. А ты за пять минут убрала всё. Зачем тебе чья-то помощь? Ты сама... А я Кристинке жалуюсь, что, блин, я устала, у меня спина заболела уже. Не знаю, быстро всё убрала? Конечно. Я бы не убирала. Так быстро. Так, Денька ест у нас кашу. Кристофий Рубин делами занимается, да? А я сейчас буду делать на скорую руку вот что халяль. Я решила не добавлять картошку. Картошка мелкая у меня какая-то. Мы сделаем гарнир какой-нибудь другой, который ещё не делали, какую-нибудь полезную кашку. Кашку, а вот это всё я сейчас запеку. А может, мы просто с овощами захотим мяско поесть. Вот. Сейчас всё это вымажу в соусе и в духовку. Духовка разогревается. Так, я помыла, как всегда, курочку, да? И что мы сейчас сделаем? Мы её сейчас посолим вкусной солью. Вот так вот. С приправками сразу тут какая-то идёт. Кстати, у меня какая-то куриная, по-моему, приправа есть. Ну, не буду мудрить. Сделаю вот этого. Вот. Налью вот этого. Моего зероу. Вот, горчичный такой. Налью вот так. Чё такое-то? И всё перемешаю. Так, ещё я добавлю чесночка вот так, потому что мне нравится со вкусом чесночка. Он засушен и как бы, ну, прикольно. Я помазала в этом соусе, ещё и сверху налила, чтобы было сочненько. И всё, отправляю в духовку на 40-45 минут. На 45, как бы. Короче говоря, поставила курицу. Слышишь? Тень как деньги считает? Где он их взял? Не у тебя? В сумке там? Короче говоря, сидим, и вот я чувствую жуткий голод. Что за монетки? Что за монетки? Ты где взял их? Главное, чтобы он... Я в детстве монетку проглотила, пятирублёвую. Главное, чтобы он... Ну, похоже, да, на мои, которые сегодня рассыпала. Что это? Просто по земле. Пойди положи обратно в сумочку мою. Вон, сумочки маленькие мои взял. Я же её освободила, сумку бросила, там монеты над ней были. Что-то в них есть, какая-то магия. Вот монетка, какие деньги. Кристинка вообще такая, да, я помню, ты копейку съела, значит, там какую-то... Да, она застряла вот здесь. Так что надо быть аккуратненько. А недавно она Алиэкспресс снимала, не так давно, два года назад. Да. Я обалдела, когда смотрела этот... Ну, я не знала, представляешь, век живи, век учись, я не знала, что в носу пространство. Я уже говорила об этом, по-моему, во влоге где-то. Это было давно, и она начала засовывать себе какую-то фигню в нос. У меня сердце сжималось. Подождите, если продают, производители, они же должны понимать, что если это действительно смертельно опасно, или как? Оно может не смертельно, но опасно. Ну как не смертельно, если вот как я потом поняла? Нет, это может не смертельно, это просто застрянет оно у тебя там и вытаскивает через операцию. Ты не умрешь, дышать сможешь, но у тебя какая-нибудь... Вот здесь вот внутри застрянет пластмасса. Смотри, у меня такие духи есть. Висит. А, так у меня что же... А, блин! А я снимала видео, говорю, смотрите, Си и Селена. Это про меня. А Си, это же Иси. А Селена и Си, Селена. Селена дала мне костюмчик под цвет моих, даже дома старается выглядеть. Что ты вообще расскажешь, как жизнь твоя, как вообще, что расскажи, что, по чему. Пока приостановили, вот спрашивают некоторые за влоги, вот с ремонтом. Мне рекомендовали пока что приостановить эти хотелки, так сказать. Нужно, чтобы дом немножко устоялся, вот хотя, ну хотя уже тепло начинается. Вообще, мне было желание попросить Селину, чтобы она мне показала, как шпаклевать стены. Прям показать? Пару-тройку стен, пока я не научусь. Не, ну в целом я шпаклевала, у меня даже шпаклевка еще какая-то осталась. Я вот рассказываю, у крестинки ровные стены все. Ну они неплохие, но неровные. Максимум, что там пошпаклевать, это максимум. Максимум, буквально. Финишное какое-то. Буквально. Буквально. Но стены, я сегодня была у нее в гостях, у нее стен много. Но они быстро можно их. Я бы не стала их самашпаклевать. Их много. Ну только бы на видео одну стену, бабочки, поклевала. Это не твои бриллианты? Мои. И чьи же еще там бриллианты могут быть в этих детских руках. Вот. И ты не хочешь сырнички? У тебя есть, что могу сделать? Давай, делай. Да? Алена же научилась делать классные сырники. Сейчас сделаю. Как раствор. У тебя особенный рецепт. Ну он простой, оказывается, очень простой. Это очень-очень вкусно. Сделай. Пока. Это полезно. Ну, думала не согласиться. Девочки, а чтобы не было повторения тех же самых сырников, эти сырники я сделаю на овсяной муке. И заодно мы проверим. Но я тоже решила через ситечко. Обычно я, честно говоря, через ситечко ничего не делаю, не просеиваю муку. Но, оказывается, надо. Сейчас будем делать. Так, используем два творога. Пятипроцентные. Я вот такой вот взяла. Какой там был? Пятипроцентный. Молочный. Одно яичко сделаю, потому что в прошлый раз, ну, так как влажный творог, Аленка сказала, что можно одно яйцо. Вот в этот раз мы сделаем одно яйцо и просеиваем овсяную муку. Сахар добавлять не будем, ванилинчик добавим. Так, яичко, ванилинчик. Чтобы был аромат. Сколько тут? Чуть-чуть осталось. Одна третья, наверное, пакетика этого. Я уже его выпользовалась. Так, вымесила. Вот так получилось. Ну, сюда муки чуть-чуть совершенно надо. Так, вот так по чуть-чуть будем добавлять. и мешать. В общем, вот так у нас получилось. Теперь мы мочим ручки. Кто-то, кстати, советовал маслом просто руки сделать, чтобы не прилипало. И формируем, и жарим. Сейчас у меня чуть-чуть водичка здесь высохнет со сковородки. Добавлю немного масла и будем жарить наши сырочки. Попробуем с овсянкой. Интересно. Я решила действительно попробовать намазать ручки маслом. Все-таки. чтобы их все время водой не мочить. Немного масла вот так вот и прям вот кончики сам мы намажу. Теперь мы берем и формируем наш супер сырничек. Да, они прилипают отлично. Может быть, и масла на сковородку не надо будет добавлять. лайфхак, Ален. Если смотришь видео, попробуй смаслиться. Ну, кто-то, может, не любит жирное, знаете, жирные руки. Приятно готовить. На самом деле я говорю, что я не люблю готовить. Ну что, варится гречка, я решила ее сварить. Ну, пусть она, я думаю, на всякий случай будет. Нас много. Денька тоже любит гречку, Кристина любит гречку. А я уже положила, уже все приготовила. Батарейка у меня просто села, поэтому вам не показывала. Давай просто с овощами пока поедим курочку и не вынуждать эту гречку. На, держи. Я, кстати, здесь посолила, а сверху лимон, лимон с перцем. Очень классно украшает любое блюдо. Вот это все. За что браться? За что хвататься? Да за все подряд. Все. Смотрите, у меня салфетки прямо под мой домашний лук. И под Кристинкин тоже лук. Мы в тренде. Девочки, я сейчас ем эту курицу, я вам скажу так, что я такую вкусную никогда еще не готовила. Она такая нежная, Крис. Ты еще не пробовала? Я уже попробовала этот хвостик. Обалденно. Вкусный, волшебный, волшебный. Я же оторвала хвостик уже. Очень вкусный. И по соли, и по перцу. Вот как я люблю прям вкусненько. Лучше значит от души. Ну почему надо сидеть ровненько, когда Селена берет камеру? Ну почему, когда только поел и хочется вот так. Как и жил был, то вспомните мультик под столом. Сейчас мою. Ты так же хочешь? Ну я же так... Как тебе чаек, кстати? Я спросила? Вообще я. Вот я бы его еще разок заварила. Как раз вот то, что надо, легкий на ночь, чтобы он не крепкий. Мне кажется, он вообще уже никакой был. Нормально, нормально. Зеленый чай заваривают и по 6 раз. Кристинку, видите, угощаю. Это она на своем. Мы уже запутались, что на чей канал, да, снимали? Своим фирменным чаем последней находкой. Я вам так, по-моему, Ани, рецепт показывала? Показывала, да. Да, и как раз сахара дозирована здесь в этом варенье. Вот так просто варенье ешь, оно на самом деле сладко-приторно. А в чае, особенно, видите, объем у меня здесь 350 или 400 мг. Нереально, да, прям, видишь, я все выпила уже. Прям утоляет жажду. За нас. За нас. Наш год. Весна пришла, прям сегодня солнышко такое. Прилив энергии. Прилив вселенной, прилив энергии. Ой, прикиньте, девчонки, что случилось? Я отламывала кусок хлеба. Это вообще, это вообще, со мной никогда такого не случалось. Я отламываю кусок хлеба, и отлетает крошка, огромная крошка, прям мне в глаз вот так. И все. И она там засела, как раз у меня руки грязные, в курице. И я кричила, кричила, скричила меня. Я думаю, надо пойти в зеркало посмотреть. Я открываю вот так вот глаз, и она прям вот там сидит, жирная крошка, понимаете? Это просто тренец. Вот я прям видела, как она летела, и мне прям глаз. Надо же было так четко. Жесть. Короче, Денька поел гречечки, кашки поел, сырник не стал есть, печенька просят, шоколадку съем. Короче, сейчас пойдем мы укладываться спать уже. И я говорю Кристинке, что я не выспалась два дня. Сегодня пораньше ляжем вообще, чтобы завтра прям по кайфу встать с утра. Да? Лучше все сделаем с утра. Кристина уже давно не была. Кристинка уже не была давно в прямом эфире. Ты, кстати, как прямой эфир? Прямой эфир будет завтра. Ты готова? Я готова. Антенны на... Ты же понимаешь, что тебе будут... У меня мокрые. Ну снимай. Ну не факт. Вопросы будут задавать все те самые, да. Про твоего мужчину нового. Про... Я пока одинокий... Бродяга? Пока одинокий голубь на карнизе... Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. Может, так же ты ко мне придешь и все поймешь, ты все поймешь. И... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я знаю, что эта песня была популярной, а вот она плакали все. Все девчонки всей толпой. Одинокие голубки наши. Голубки? Одинокие голубки. В школе когда учились, уже голубки были. Напишите, девчонки, кто голубь одинокий. До сих пор голубь одинокий. Или уже, или ещё. Крис, ты голубь одинокий, да? Вот Крис голубь одинокий говорит. В наше время, мне кажется, одиноких не бывает. Вот есть такая была мудрая изречения. Я обожаю твои мудрые изречения. Скажи, пожалуйста. В них чувствуется просто века. Это из современного уже. А, это же ноу-хау какой. Я просто, блин, как же, я не один, я один. Я не одинок, я один? Как-то так. Это уже из современного. Ну, замудрил, замудрил. Я не одинок, но я один. Это замудрённая какая-то поговорка. Из народа прям. Пошла искать в гугл. Гугл помощь. Ну, была такая, она дерзкая, резкая. Как популяристская, да. А вот обе два. Я не один, но без тебя просто никто. Знаешь мотив? Нет. Кстати, я ещё в прямом эфире, слышишь, девчонки мне это, подкинули идею, ещё и... Песни петь. Помнишь, мы с тобой играли в детстве? Угадай мелодию. О, это вообще... Регина. Так самое интересное... Ну, у нас-то инструментов-то и не было. Мы же всё делали своим... А давай ты сейчас какую-нибудь мелодию наиграй и попробуй угадай. Давай. Ну, блин. Кстати, вот в детстве получалось намного лучше. Я сейчас вот бывает пробую какую-то наиграть. Ну, давай. В детстве у нас тоже там были категории. Так у нас вообще ещё категория. С трёх нот уже, мы же по нотам пили. Да, да. Ну, давай без нот сейчас, просто на разогреве. Ой, ну, сейчас одну. Я сосредоточилась. Да, одну сейчас ты сразу угадаешь. Ну, давай, давай, которая сразу. Может, тебе кажется. Да, нет, её сразу угадаешь. Я вот так напела девчонкам, там не с первого раза 50 человек... Ой, 300 человек не с первого раза угадали, прикинь. Я говорю, да ладно. Это же все знают. Ой, я в предвкушении. Обежден. Давай. Что мелодию уж надо вспомнить, слова ещё, да, чтобы их напеть. Да блин. Ну, давай сейчас. Вот мне кажется, сейчас вот какие-нибудь баллы приходят, вот ты сразу... Ну, давай. Потому что у меня слух очень хороший. Давай. Ну, давай. Ой. А как мы пели? Мы вот так пели или на-на-на-на? Давай на-на-на-на. А, мы ещё же там категории на-на-на-на или... Серьёзно? Ну, чё ты, послужнее какие-то там. Кстати, играли мы всё время у Кристины в коридоре. Я... А потому что у нас в коридоре ещё жили другие участники игры. Да-да-да. Сергей и Саша. Да-да. Сергей и Саша. У нас четыре человека было. Две девочки, два мальчика. Так, ну давай на-на-на-на-на, потому что она очень сложная, очень сложная категория. Ладно. Нет, мне кажется, вот надо... Ну, давай, ладно. Я пока что вообще не в догадках. Вы знаете, когда Кристинка была ведущей, я всегда проигрывала. Наоборот, у меня всегда все выигрывали. Нет, это ты всегда у меня выигрывала. Нет, нет, он сочиняет на ходу, даже не помнит. Давай подсказку. Я чуть-чуть темп увеличила. Давай, ну давай. Увеличила? Ну, мне так кажется, да, чуть-чуть. Чуть-чуть не поподобили. Ну, ну, вот ты переживала. Ну, давай. А есть подсказка помощь, Жала? Я не помню, в этой игре есть подсказка помощь. Я тебе даже уже голос подсказала, она... Уже даже она, всё, подсказки пошли. То есть это женщина поёт, да? И вот так, да? Да-да-да-да-да. Да-да-да. А в общем, мне кажется, это будет интересно. Кто-нибудь догадался, что же это была за песня, а Кристина... Ладно, ещё подсказка. Про лайк. Баллад, да, баллад. Ну, это им только усложнило задачу. Слушай, давай, кто угадает песню, которую ты сейчас наиграла? Ты поставишь лайк. Мне кажется, это серьёзно. Ты прям поставишь лайк или скажешь мне, что это была за песня потом. А ты? Ну, мне хочется прям услышать варианты. Не говори сейчас. Мне интересно просто. реально. Кто-нибудь угадал? Можно включить этот, как его, Шазам. А, да? Ну, когда... Итак, включаем Шазам, Кристиночка. Поехали. Извините. Нет результата. Связь просто пререзает. Мне интересно, Шазам на-на-на-на-на, понимает вообще? Или он всё-таки по инструментам? А давайте я теперь вот так вот. А вот давайте. Давайте. Сейчас. Сосредоточься. Давай. Я не угадала. Кристина выиграла. Я как всегда проиграла. Давайте. Я изначально подумала... Это что ли? Старая песня. Тогда ещё разочек. Винтаж. На-на-на-на-на! В последнюю я так и думала. А давай сейчас сразу На-на-на! 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 На-на-на На-на-на-на-на! На-на-на! но она не понимает короче не угадали это угадала или нет а если сейчас спеть этим обожья пусть угадает тоже зрительно и что ты прям не угадал что у нас один-один давай еще вроде бы как и легкая на 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 куплет ты поешь или припев а ты спой другую часть ну куплет наверняка я не знаю а ты давай другую часть своей песни а ты что пела же подожди ты куплет не пела я же переходила там уже припев ну давай один-один хорошо другу девочки пишите я поставлю лайк всем кто угадает я давай ты теперь среди чумачка моя какая шоколада ела да ты маму любишь а я тебя люблю труднее песня ты могла ее не знать сказалось все знают все давай давай самую простую давай но это вообще сейчас очень но не в лесу родила съемка да 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 ответ да 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 Вообще-то тебя надо было снимать в этот момент, исполнителя. Ещё раз, Сок, давай спой. Нас приглашают. Это эти пели? Комбинация, нет? Да неважно кто, даже слова уже повторяли. Но это же интересно, кто это? Девушки же пели это. Да, вот кто-то из этих. Сплошно. Они же такие провокационные все пели песни. Да. Ну, что, один один. Очень интересно, да, именно те песни. Потому что их, в принципе, помнишь? Слушай, мы можем играть, играть даже. А девчонки будут, если что, если я не угадала, то кто-то может выиграть ещё. А знаешь, я ещё что делаю в прямом эфире? То есть в прямом эфире, да, такие вещи делают? Задания они дают, да. Если угадали, то дают задания мне. Что-то сделать. Вот мне там косички девочка говорила заплести, присесть 10 раз. Ну это уже этот. Ой, мы можем показать. Это же стрим уже. Мамочка, что ты чувствуешь? А чем отличается стрим от прямого эфира? На часы. Спасибо. О, ты нашёл мне часы, ребёнок. Ничего не видно, я вижу. Ты всё прикрыла ногой, коленкой. Не можно, я могу себе позволить. Главное, что человек хороший, мне пишут. Человек-то хороший, однозначно. Кристиночка завтракает. Это её первый завтрак. Она сегодня ей позанималась. Мы уже сняли два видео, мы потратили столько калорий, она несколько раз переоделась. Это на твоём канале будет, да? Обалденное будет видео, вы увидите Кристину в других образах, в которых её ещё не видели. Да, это один из последних образов, мы и сделали. В этом лобе тебя часто перебивают, не заметила? Ну это нормально будет. Говорю с ковроговоркой, мне просто объяснили. Кристина, почему ты разговариваешь с ковроговоркой? Это же хорошо, как-то. Да, мы тренируемся параллельно, топота копыт. Здесь, как видите, уже всё на съёмочку наставлено, да? Да, кстати, сырники, а, ну вы знаете, да, вчера же показывали, что на овсяной муке они диетические. Красные губы, хлопки. А бутерброд с красной рыбой ты будешь есть? Да. После сырников? Ты отняла сладкое сначала, а потом? Не сладкое, я вот люблю такое. Оно никакое, да? Сладкое, мне нравится. Вот это. Сладкое. Как у тебя вкусненькое. Сладкое. Брусничное, с сахаром. Кстати, вот Кристина присмотрела у меня дома кофточку, я ей говорю, давайте что-нибудь другое одену. А она говорит, нет, мне нравится. Я решила вот ей подарить футболку. Я к тебе нашла подход. Да, слушай, ну она на самом деле тебе идет. А тебе не так? Ну мне кажется, тебе лучше. Тем более мы у тебя сняли видео, ну как бы... Еще калочки. У тебя много смешных вещей, давай немножко серьезных вещей тебе добавим в гардероб. Ну таких спокойных, вот я имела в виду. Мне кажется, твоим зрителям надоело смотреть. Такое ем. Почему? Они сейчас пойдут кушать сами, никому не скажут. Реально, давай, пойдем. Да, скажите, идет, Кристина, цвет такой? Мне кажется, идет. Хорошо. Да? Вот. Ну а я, что я сейчас делаю? Фу, и мы устали. Мы снимать, а вот эти съемки с одеждой на самом деле очень трудозатратные, емко-энергозатратные. Время сейчас 15 минут третьего. Мы сейчас должны быстренько снять видео, реакция на наше первое видео из белого в черный. И я почему идея еще это возникла? Я включила это видео недавно, потому что многие ко мне зрители приходили именно с этого видео. Смотри, что ты делаешь. Обнила меня, вот смотри. Что ты делаешь? Что ты там нюхаешь? Надо любить животных. А кто ее не любит? Посмотри, ее разве можно не любить? Я говорю, что и других животных надо любить. Сама себе, говорит, сделала бутерброд. Нет, повар приходил, уходил. Не видел это за ним? Я не досягла. Так вот, идея, как возникла снять реакцию на это видео. Я его включила просто и смотрю, Кристинка такая там что-то скромное, с прической определенной. Она что-то ржет сама с себя. А я, ну тоже, я тоже меняюсь со временем, как снимала это видео. И я сразу, у меня сразу, как я только включила это видео, у меня сразу возникли мысли, думаю, вот здесь вот это, вот здесь вот это. Потом мне стало интересно, как бы Кристина оценила бы, я бы ей вопросы задала, почему она... Здесь стыдно смотреть. Кристинке стыдно смотреть. А здесь маслица. Да, наверху масло. Короче, мне кажется, реакция должна быть прикольная, все-таки прошло много десятков лет. Ну прошло, на самом деле, пять лет всего, да? Пять лет где-то прошло, с того видео. Всего шесть? Или шесть, или пять? Шесть, шесть или семь, я тебе говорю. Каких, блин? Шесть, нам... Шесть лет только я... Мы отмечали уже с камерой. Я только блогер шесть лет, Крис. Какие семь? Шесть лет я блогер. Ну шесть, но не пять. Ну не пять, но шесть. Ну короче, шесть лет мы повзрослели, как вообще нельзя. Поумнели, повзрослели, покрасивели, покрасивели. Короче, да, будет видео. Вот. И все, потом мы бегим в прямой эфир. Жаркий прямой эфир. Тоже образы придумали всяко разные. Так что, кто не смотрел эфир, обязательно посмотрите его в записи. Я под этим влогом оставлю вам, кстати, эфир. Посмотрите обязательно. А, кстати, что касается моего здоровья. На удивление, вот я пошла к Кристине вчера. Мы пока снимали с ней видео, то-се. Я забыла вообще о своей голове. Вечером все прекрасно, все замечательно. И сегодня утром я встала, у меня уже ничего не болит. Я, ну как бы, чищу нос, да. У меня все дышит, все прекрасно. Голова не болит, ничего, никакого дискомфортно. Таблетки не пью. Короче, Кристина мне, наверное, хорошо влияет. Да, мы повзрослели. Оставайся, девочка, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Чего мой сладкий? Чего мой сладкий котенек? Чего я? Чего я? Ай, маму, не кусай. Ай, не кусай, мама. Эй, не кусай. Ай, ай. Милая. Зализывай раны быстро. Зализывай теперь. Этот глаз уже следит за тобой. Тебе приближе так? Фиолетовая пудра в ней, ты и я. Жизнь какая ж ты, акула, ты ж беззубая. Завтра. Деда, деда, дедура и десятки машин. За собой следы оставят разноцветных шин. Молодец. Или мелков. Или чё? Разноцветных мелков. Да, рифму прям. Кристиша, я чуть-чуть положила яишенки, буквально пол яйца. Не положила. Это мой малыш, попросила маму своей, говорит, хочу яичко. Я такой, я обожаю яйца, я смотрю на него, Дэня, молодец. Мой человек, да? А он такой прям яичко. А он как чувствовал, половину яйца оставил. А сам вот так вот съел и пошёл. Ну, Селена говорит, не хочешь ли доесть? Я говорю, ну я не хочу, но как бы придётся. Хочу. Короче, мы пьём Кристина счастлива, есть любимое яйцо. Да, да, яйцо. Молочко пьёт. Я себе сделала тёплое молочко и вот хочу добавить немножко сюда ещё. А то сейчас съем, а он захочет обратно. Да не захочет он ни хрена. Он печеньками полез уже. У нас бардак такой здесь. Девочки, сил реально просто нет. Мы сегодня с Кристиной, не сегодня даже, мы два дня просто с ней так отпахали. Я к ней как приехала, мы всё снимаем, снимаем туда, сюда, это, поехали, то, идеи. И ложимся спать уже сейчас вот просто, ну, пол одиннадцатого. Да, и короче, а сегодня вообще был, я был супер насыщенный и вот у меня сил нет ничего убрать, что-то валяется там-сям, короче, умыться хоть силы появились, слава богу тебе. Вот, сейчас пойдём спать уже, я решила немного метку выпить, не знаю, как-то голова чуть-чуть разболелась в вечер. Ветер с ним был на улице. Ветер был на улице, да, голова разболелась. Сейчас попью молочко с мёдом, можно ещё даже добавить сюда сливочного масла, и мне нравится. Соколик, Акай, хорошие слова. Хорошие слова. А Кристинке ещё будет в Инстаграм скоро много красивых фоток. Что случилось, Баба Ега? Ну, что ты спать хочешь вообще? Я хочу, но видишь, у меня третье дыхание открылось. Ещё яйцо пожарить? Да, надо ложиться. Так бы поели, да? Так бы у тебя и хлебушек есть. Да, и у меня ещё там, это, акриль какой-то вкусненький. Классический. Ну, всё, уже второй день дня. Второй день дня? Да, как... У меня даже нет здесь разговаривать, просто так... Спокойной ночи, Короче. Не робей. Завтра увидимся. Завтра нам ещё на почту посылки отослать. Да. Кристину отвезти, я записала на носик, на ногти. Я уже на свидание пойду, поэтому не факт, что ты меня... Смысл? Не пригласили кофе попить? Я не могу. Ну-ка, рассказывай быстро давай. Не, вы, девочки, представляете? То есть мы живём в одном доме два дня, в одной квартире, но он стоп. Ну всё ты... И как-то я проглядела этот момент. Ну, сколько... А Кристина на свидание, оказывается, её отвозить домой-то завтра не надо. На кофе там, всё дела. Ещё на день рождения мне завтра идти к родственнику, поэтому у меня завтра тоже насыщенный день. А вообще нужно заниматься, да, потихоньку ремонтом и представлю эти поручни, бля. О чём речь-таки? Про жениха уже все думают. А Кристина о поручнях. Ищем жениха, который решит вопрос с поручнями. Который решит все мои вопросы. Все твои вопросы. Тебя пришла и не было там... Поручней. Или наоборот... Никого, ничего. Поручни, чтобы были. Чтобы ты пришла домой, а там поручни. Вот. Ну хорошо, ладно. Тогда мы прощаемся, спокойной ночи говорим. Кристинку завтра отправлю на свидание. Всё под контролем. Плохие руки не отдам. Nothing. Never. Never, never let you go. Всё, я тебе... Понимаете? Реально свидание, понимаете? Мы собираемся на вокал. Да, да. Кстати, будем петь с Кристиной. Где, на свидание или на вокал? Везде. В переходе начнём. В переходе начнём. А мы как будем? Ты умеешь на чём-то играть? На нервах. Ой, ну это же избитая, да, тема такая? На чём я играю? Ну никто нас не знает, наоборот, все будут... Я умею играть только... Да, то есть им будет она нервом, и тут девочки, уйдите. Да, да, уйдите, уйдите. Надя вам денег, только уйдите. С переходами. Мы тут работаем. Надя вам, да Надя. Да Надя. Нет, на... А в детстве на чём мы играли? На расчёске играли? Да, на... На дудочке из бумаги. Тут-ту-ту-ту-ту. Короче, Крис, ладно, уже всё, мы тут это, уже с ума сходим, прощаемся, в общем, на сегодня. Я показала свои ногти? Зачем? Завтра я их буду делать. Это последние страшные ногти, которые вы увидите. Но они отросли просто. На самом деле они мне нравятся. Да я пошутила. Шикарный цвет вообще. Я пошутила. Но я знаю, что ты пошутила. Я просто к тому, что они отросли. То есть ты такая, вы видели мои ногти, как будто бы они у тебя не симпатичные. Бывает у некоторых, ну как бы, вообще вот так вот отрастают, и ничего же ведь ходят. Да бывает у кого-то вообще чёрти что. А у меня всё прилично. Но я буду делать, да, хочу сделать кое-чё красивое. Кто знает, тот поймёт. Представилась с новыми ногтями и такая, я вам буду кончать. Да, короче, всё завтра. Ладно, Крис, говори пока. Я уже попрощалась, желаю всем добра, здоровья, счастья, радости. Всем пока. Слышь, как обычно вот так делают, а я вот так. Всё, Селена испортила мне мои ресницы. Будешь наращивать мне? Я хотела подумать, наращивала ли я когда-нибудь ресницы? Что я тебе там наращиваю? Лучше оставь так, Гристина. Будет лучше так. Подожди. Вот смотри, мы с тобой волосы начали делать? Да. Изначально. Да. Изначально мы начали делать. Нам жалко. Нас жалко. Вот, и нас услышали мастера, салоны. Протянули нам руку помощи. Поэтому, я думаю, нужно затронуть эту сферу. Ну, всё, спокойной ночи. Всем привет, мои хорошие. Мы с Крестюшей проснулись сейчас. Я запаковываю подарки вместе с Милой. Смотрите, вот, раз, два, три, четыре, пять. Крестюша, он там, это, помогает мне посуду раскладывать. Первое, да. Получается? Вроде получается всё. Так, я, смотрите, нашла открытки, блин. Я думала, они закончились, у меня ещё остались. Представляете, я тогда смогу пока ещё. Надо вообще пойти заказать, чтобы девочкам отсылать с открытками. Потому что часто бывает, что девчонки говорят, ну, подарок не столь важный, сколько открытка для тебя. Вот, поэтому открыточки всем отправлю. Пять посылок у меня здесь. Милка помогает. Вот. Здесь у меня, смотрите, шампунь и крем для тела. Здесь у меня сумочка чёрная. Здесь у меня сумочка красная. Здесь у меня маски, патчи. Две маски, патчи. А здесь у меня палетка теней. Вот, отправляется всё там. Алтайский край, Волгоград, Тюмень. Да, Кристина, Тюмень у нас была? Тюмень. Да, Тюменьского области. Вот, и ещё. Вот, я уже забыла, куда у меня всё записано, в общем. Сейчас всё это запечатаем. И Кристина тоже подарок там один ещё с розыгрышей отправляет. Короче, как я вам говорила, в прямых эфирах очень много подарков, очень много розыгрышей. Вот. И я уже хочу придумать ещё какой-нибудь новый розыгрыш, чтобы не только угадывать, что в коробке, а вот, наверное, будем угадать мелодию играть. Вот. Короче, ещё появились тоже разные идеи. В общем, прямой эфир рулит. Вот, заходите по возможности обязательно в прямые эфиры. Привяу. Привет. Ой, такая, а где ты вот привяу говорила? Привяу, привяу. В этом, я помню. В прямом эфире ты вошла к нам в чат и такая, всем привяу. А тут такая, привет. Да, нет, да. Да, я думаю, Ляра с Кристинкой говорят привяу. А вообще, когда я любимого с вами говорю привяу, он такой, тьфу. Ну, это бывают слова, людям не нравятся. Что за сленг? А мы прикалывались с тобой, кто-то нам так написал? Нет, вот это вообще Краснова говорит. Она всегда говорит, всем привяу. Да? А я помню, что у меня кто-то... Привки, привки, привки. А, привки. Привки тоже такое, знаешь, привки. Типа... Ну, вычурные слова такие, да. А, вычурные. Ну, типа такое, типа... Неправильно. Но в то же время что-то... Легкое панибратство есть, да? Если бы так, ну, привки. Типа, привки. Такое. Привяу. Привяу больше такое, папсное, что-то. Привяушке. Гландинистая, да. А привки, что-то, привки. Привки. Не здравствуйте. Ой, здравствуйте. Или приветики. Здравия желаю. Здравия желаю. Точно. А привки. Привки. Короче, мы на почте отправили все посылки. Сейчас едем за кофе, потому что я еще сплю. И еще у меня сегодня ноготочки. Смотрите, какие ноготочки. Я их наконец-таки сделаю. Так, что же вчера? Ну, это, может быть, будет другой влог. Не знаю. Так, ну что, Кристинка сказала, давай, идем кофе тебе твой любимый куплю. Я просто с Еленей должна сейчас отправляла посылку. Иди. И на мне отойди. Тут люди идут. Так вот, мы заходим. И конечно, на Селебрите, но не настолько, чтобы мы стали и создали очередь посреди улицы. Так вот, я сейчас отправляла просто посылку. Она, вот именно эта посылка, вот бывает же такого. На одной почте что-то мне не прошло. Здесь уже все прошло, но нужно было заплатить или наличными, или пойти с ней с банкомата. Ну, короче, Селена заплатила за меня 400 рублей. Исповедь. Я говорю, довези меня до банкомата, я сниму эти деньги и отдам. Она говорит, нет у меня времени. И поэтому... И поэтому... И поэтому, как хочешь. Давай, кофе мне, кофе. Возбуди меня, хотела. Разбуди меня кофем. Лана, здрасте. Ну что, Кристофе Робинова довезла, спасибо большое. Привезла домой, да. Она собирается на свиданку, короче, там у нее день рождения. На свиданку. На свиданку, да. На свиданку, да. А, я поняла, какой день рождения. Боже, фу. Только давно лыжурал, блин. Я вижу, что тебе надо поспать, походу. Вот, и да, уже поздравили, что... Да, все нормально. Короче... Слушай, бедный ребер. Какой шокик. Тормоз, я думаю, в труя. Обычно жирафы, а не ты. Обычно, да. Ладно, короче, в чем прикол? Я еду на ногти, Кристина доставлена дома. Она тут уже будет... А тут она проснулась, значит. Делище свое делать. Да, делище. Она же должна донести информацию. Хоть в курсе не выйдет. Вот, и что? Ну, и все. Скажешь что-нибудь моим зрителям? Очень приятно было... Познакомиться. Познакомиться. Пойдем на ногти, приводи себя в порядок. Хорошего вам дня. Вам хорошего дня. Хороших нам ногтей. Ноготкам. Ноготкам хорошего дня. Не толстых нам ногтей. Да, удачи во всем, успехов. Люблю вас, целую. Пух. Ну, все, иди. Ты пошла? Ты пошла вот вон двери. Калитка, идешь? Давай. Пока, Кристюша. Я девочке проверю, чтобы она вышла. Да что я должна выходить-то? Ну, как бы это... Твой дом? Твоя дача. Да и мой дом. Слушай, пока уходи. Все-таки она меня выгоняет. Ну, ладно. Я не выгоняю тебя. Ты же толкаешь, смотри, ты там вот. Толкаешь. Я просто уже полуразнета. В ручку уже на коленку стела. Ну, ладно. Не хочется уходить. Не надо. Не хочется, не уходи. Я тебе пропуск. Я вселенной дала пропуск. Допустим, ты когда хочешь, в любое время суток приезжает. Хочешь ночью. Да. Теперь я могу чуть стоять. Я стала принимать. Если калитка будет закрыта, я прямо вот тут лягу. Толкнешь меня утром. А, вот так вот. Еще ключи. А, это она намекнула, чтобы я еще ключи от калитки дала. Ну, хорошо. Ну, посмотрим. Ну, тоже, Варик. Мне вообще все время ключи себя доверяют. Как молодец. Я, когда жила в Москве, у меня были ключи от нескольких квартир. Я говорю, у меня пол сумки было ключей. Какая-то добыча, блин. Одну тебя взять просто и все квартиры обнести. Да. Ну, меня так просто не возняют голыми руками, поэтому те, кто давали мне ключи, знали об этом. Все. Давай, я тебе даже поухаживаю. Выходите. Понимаете? Это под предлогом поухаживаю. Выходи. Да мне пылесосить надо. Ой, не надо. Все, пока. О, вот что ты сделала? У меня же губы накрашены. Вытирай, типа. Ну, все, пока. Закрывай. Я говорю, закрывать что, брючки? Застеливай шаринку. Ладно, все, маши пока. Да вытрущай, оставай. Девочки, пришла я вот сейчас к мастеру маникюра в новую студию. Так мне здесь нравится. Все чистенько, беленько, как я люблю. А самое интересное, я с вами последними лайфхаками делюсь. Смотрите, мне пили от ноготочки одноразовой пилочкой. Это такая железочка, а на железочку только что при мне мастер одела просто. Я говорю, что это такое? Она говорит, одноразовая пилка. Обалдеть. Все. Можно вообще расслабиться тут. Тут даже пилки одноразовые. Так, девочки, я попросила Френча градиент, и мне сейчас мастер будет делать техникой, которую мы еще не делали ни разу. Мы намазали ноготочки специально, чтобы, ну, вот здесь такой специальный клей для тела, который легко снимается. Вот, видите, я прилипла. Так пахнет вкусно. Ну, это запах гельмака на самом деле. Сладкий такой. Прикольно. Покажем, что получилось потом. Ой, девочки, это вот, где я была. Смотрите. Silent body. Как мне понравился маникюрчик, который у меня сделали, плюс массажик сделали. Вот эта техника, она такая прикольная, быстрая. Мне первый раз так делали. Сейчас я в машину сяду, покажу вам, какие у меня обалденные ноготочки. И впервые, девчоночки мои, впервые. Мне было не больно. Впервые я сидела на маникюре и не напрягалась. Просто мы общались, я вообще забыла о том, что мне пилят. Так все легко, как перышко. Кайф. Первый раз такой. Смотрите, мои девочки, какая красота. Просто супер-пупер. Я иду, просто любуюсь, у меня настроение такое хорошее. И просто техника, которую мне делали, просто невероятная какая-то техника. Чуть-чуть попросила я уменьшить ногти от того, что у меня было. А то уже неудобно было в носу ковыряться. Вот. Короче, класс, класс, класс. И чаще, девчонки. Это огнище ногти. Градиентик. Я думаю, что я поэкспериментирую еще с другими цветами потом. Но такой френчике обожаю. Кайф. Если хотите, я оставлю вам ссылочку под видео на этого мастера. Кто в Ростове-на-Дону, кому удобно, в центре. И вообще, стерилизация полная. Делает очень хорошо. Девочка очень хорошая. Я еще в Инстаграме оставлю, а не отзыв. В центре, короче, остановка рядом. На машине парковка рядом. В общем, все очень удобно, клево. И быстро она делает. Я, короче, очень довольна. Все быстро закончили. Главное, для меня вообще не больно. И ток очень красиво. Вот. Еще она эпидикюр делает. Кстати, не все мастера, кто делает маникюр, делает еще и эпидикюр. Это хорошо. Я, кстати, к лету, да, точно такой же на ножках будет. Красота. Все. В общем, сейчас я довольна. Мне позвонил мастер. Фу, мастер. Господи, курьер. И еще Фаберлик. У меня доставка вчера еще пришла. Надо все забирать. Сейчас я мчу, короче, на район с посылками. Иду я в Фаберлик за посылочкой. Впереди меня идет девочка с красивыми, натуральными волосами, ненарощенными. Сразу видно. Красиво развиваются. Ой, ну что, мои хорошие. Я, конечно, опять снова засыпаю, снова меня подрубает. Поднялась домой. Все посылки отнесла. Одна посылка, я просто не представляю, что там лежит. Но догадываюсь. Я очень-очень давно делала заказ с Таубао. По-моему, там что-то. Я уже даже забыла, что я там заказывала. Будет посылка-сюрприз на втором канале. А сейчас я иду за Денечкой в сад. Я его, кстати, сегодня полегче одела. Камеру с собой утром не брала, не показала вам. Я ему одела уже и такие ботиночки другие, и штаны полегче, и куртку полегче. А вообще нам нужно купить, вообще все купить. Он со всего так быстро растет. Вот сейчас вот прям такой возраст 4-5. Просто даже на полгода не хватает. В общем, сандали ему надо купить в кожаный садик. Ботиночки какие-нибудь, такие кроссовки я бы хотела взять. Немножко такие высоковатые. Такие есть у нас вроде кроссовки. Такие кроссовка-ботинки. Что-то типа того взять хочу. Штаны бы я еще какие-нибудь взяла. Короче, на выходных приодеть хочу. Пацанит у моего. Давно вы моего мальчика видели? Давненько. Лазит тут на площадке. Какую-то новую горку придумал. Я все, девочки, вроде уже так, ну, не холодно, да, но я все переживаю, что такая обманчивая погода. До сих пор шарфик даже ему одеваю. Боюсь. Ой, мои хорошие. Пришли домой, переоделась сейчас, сидела, пока тупила. То есть все, пока я заказала доставку лента. Фу, лента. Из бирмаркета там сейчас это... Акция какая-то. Бесплатная доставка. Думаю, классно. Ну, я из-за молока на самом деле сделала доставку. Короче, сижу, ем баранку. И чувствую, я сегодня должна очень рано лишь спать вместе с Дэней. В 9 или в 8 часов. А у меня с 8 до 21 доставка. Вот доставка придет. Я вам покажу, что я заказала здесь во влоге. Разложу все. Сейчас до этого времени я поем. Сейчас время полседьмого где-то. Все, мне надо вырубиться с ним. Я эту неделю просто не высыпалась. Я спала по 5-4 часа. Но даже 5 часов мне очень мало. Я просто... Плюс еще насморк, да? То голова болит, то это. Я какая-то вообще расклеенная вся. И чтобы нормально провести выходные, я реально должна выспаться сегодня. А мне влог сейчас монтировать надо. Сейчас сяду монтировать влог. И ждать еду. Так, ну что, мои хорошие, вот пришла доставочка наша. Что я здесь взяла? Быстро покажу. Я взяла картошку, кстати, посмотрю, не мелкая ли она. Взяла 2 килограмма яблок. Вот я не люблю яблоки набирать много и таскать их потом. Поэтому доставку взяла. Так, а картошка? Слушайте, ну вроде достаточно крупная картошка. Нормальная. Такую взяла мытую, чистую. Так, цен тут... Тут не написано. Короче, 2 килограмма фасовка и 2 килограмма яблок взяла. Самое, из-за чего я заказываю вам, понятно, это мое молоко. Всё, завтра утро. Завтра утро начинается. Счастливо. Далее, что у нас есть? Такие помидорки взяла. А то у меня пару штучек осталось. Бананы. А тут что? А, болгарский перец. Короче, я хочу блюдо одно замутить. Тексты. Э, а где хлеб? Нету хлеба. Я заказывала хлеб еще тостерный. Я сейчас посмотрю в заказе. Так, творожки Дэнкина. Творожок будешь, Дэн? Сейчас там. пармезан не было нарезного но взяла такое 273 280 рублей стоит но я решила его что я его это в блендере так сделаю будет он у меня какой надо и короче краковскую колбаску взяла горю настоящую краковскую дайте оценила звезда короче вот хочу бутерброд с краковской колбаской посмотри на кто сюда тянет свою морду наглую милая только что поела свою еду мой рот открыл от удовольствия мама ты в натуре пошла победить давай один творожок бери кушай так ну что реально посмотрела в заказ и там нет хлеба хотя я заказывала хлеб тостер на специально чтобы сделать такие мини-пиццы я увидела там у одного из блогеров кого там смотрю делали мини-пиццы я же взяла болгарский перец для этого колбаску надо еще помидорчики и вот пармезан и в духовке короче там прикольный рецепт такой очень простой но мне кажется вкусненький но я еще закажу потому что хлеб надо заказать обычное молоко закончилась уже у меня и короче пока там бесплатная доставка по моему до 20 числа еще в течение пяти дней я не удается мои дорогие мне лечь так как я хотела с дэнечкой и дэнечку сегодня поздно уложила как там еле уложился только к один к 11 часам сейчас без двадцати 12 мне еще монтировать влог я не знаю на полчаса как минимуме должна здесь сидеть я опять не высплюсь я лягу спать пол первого как минимум а встану в 630 ладно мои хорошие я держусь я держусь я найду тот день когда я обязательно высплюсь как минимум это вы будет с пятницы на субботу потому что в садик не нужно будет идти в общем я с вами прощаюсь прекрасно провели время с крестинкой а вот впереди много интересного много новых видео обязательно подписывайтесь на мой канал главный на мой второй канал всех приглашаю в эфир подписывайтесь в инстаграм в общем я вас везде жду и увидимся в следующем всем пока пока